Что такое дата журналистика? Она же журналистика данных. Для ответа на этот вопрос давайте оттолкнемся от обратного. Что не является дата журналистикой? Это на самом деле не истории с большими данными, не истории напичканной цифрами, не инфографика и не что-то модное и сложное. Хотя действительно в дата журналистики могут быть и большие данные, и инфографика, и еще это действительно модно и сложно. Но гораздо важнее другое. Дата журналистика это просто журналистика, которая использует данные. Именно так и гласит одно из наиболее распространенных определений даты журналистики. Журналистика данных это сбор, очистка, обработка, анализ, визуализация и публикация данных для создания журналистских историй. В этом определении перечислены основные этапы создания даты истории. Но обо всем по порядку. Сбор данных. Первый этап создания даты истории. Здесь есть два способа. Либо изначально у вас есть вопрос, ответ на который вы хотите найти в данных, либо к вам попали данные, в которых вы хотите найти историю. Вдохновение для первого способа может прийти откуда угодно. Например, из повестки дня. Вы открываете новостной сайт и читаете, что в вашем городе обещают построить новую школу. Отсюда может возникнуть вопрос, а сколько всего в городе школ? Сколько в них учеников? И решит ли проблему переполненности одна новая школа? Для создания такой истории нам потребуются данные статистики среднего школьного образования. Возьмем второй способ. Допустим, Министерство образования и науки опубликовало данные о количестве выпускников высших учебных заведений по стране. Глядя на эти данные, вы можете задаться вопросом. Выпускников какой специальности больше всего? Это новый тренд или стабильная ситуация из года в год? Есть ли рынок для таких специалистов? Часть ответов у вас уже есть в имеющихся данных, но возможно вам потребуются другие данные, чтобы создать целиком вашу историю. Теперь, когда вы наконец собрали все данные, вам, наверное, не терпится приступить к их анализу. Однако не стоит слишком торопиться, иначе можно сделать много ошибок, из-за которых работу потом придется начинать сначала. Ключевые, хотя и самые трудоемкие процессы в дата-журналистике – это очистка и обработка данных. Обучиться этому можно онлайн или на тренингах. Как правило, это работа в Excel или других табличных процессах. Именно это позволит вам подготовить данные для анализа. Как же компьютер может анализировать данные? В первую очередь это простые математические операции – вычисление суммы и среднего значения, подсчет доли и того, насколько изменился показатель. Однако компьютер может делать это с огромным количеством значений и за доли секунды. И здесь во главе угла опять стоит журналистика и то, как эти вычисления помогут вам найти ответы на ваши вопросы. Например, чтобы найти, сколько в среднем в вашем городе количество учеников в классе, нужно взять всех учеников и поделить на сумму классов. А чтобы найти, какой класс самый переполненный, нам нужно выстроить от максимального к минимальному количество учеников в каждом классе. Чем сложнее ваше вычисление, тем более неожиданные истории вы можете создать. Например, используя методы статистического анализа, такие как линейная регрессия, можно установить зависимость одного показателя от другого. Например, зависли показатели национального школьного теста от количества учеников в классе. Теперь, когда ваш анализ готов, самое время подобрать правильные слова, изображения и героев, средства коммуникации ваших данных. А данных не нужно писать скучно. Всю математику можно оставить за кадром, предоставив ссылку на ваше вычисление. А в тексте описать, как то, что вы нашли в данных, проявляется в жизни и к каким последствиям может привести. Подумайте, какие эксперты и герои вам нужны, чтобы проиллюстрировать проблему. Может, это мальчик, который учился хуже всех в классе, пока родители не перевели его в менее переполненную школу. Визуализация данных – еще один способ рассказать вашу историю. Важно правильно подобрать тип графика под то, что вы хотите донести до аудитории. Классические диаграммы, такие как столбчатая диаграмма для сравнения данных по категориям или линейный график для обозначения тренда, никогда не выходят из моды. Для создания визуализации есть много инструментов, в том числе бесплатных. Новичкам рекомендуем ознакомиться с DataRapper и Infogram. А продвинутым пользователям стоит попробовать флориш и табло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова